Духовные богатства Молодцы! Высказывание! Тема урока – высказывание. Сегодня мы узнаем, что такое высказывание и будем сравнивать художественные и нехудожественные тексты. Мы продолжаем наши путешествия по городу времена года. Послушайте текст на основе произведения Константина Дмитриевича Ушинского. Четыре желания. Митя накатался на саночках с ледяной горы и на коньках под замерзшей реке. Прибежал домой румяный, веселый и говорит отцу. Уш как весело зимой! Я бы хотел, чтобы все зима была. Запиши свое желание в мою карманную книжку, сказал отец. Митя записал. Пришла весна. Митя волю набегался за пестрыми бабочками по зеленому лугу. Нарвал цветов. Настало лето. Ведь длинный день веселился мальчик. Ловил рыбу, набрал ягод, кувыркался в душистом сене. А когда наступила осень, Митя был в восторге и говорил отцу. Осень лучше всех времен года. Тогда отец вынул свою записную книжку и показал мальчику, что он то же самое говорил и о зиме, и о весне, и о лете. Какое время года любит герой рассказа? Он любит все времена года. Подумайте, что бы вы ответили мальчику? Я думаю, многие из вас ответили бы, что каждое время года чем-то особенно по-своему. Это подтверждает и народная мудрость. С давних пор всем стало ясно. Любое время по-своему прекрасно. Ребята, что значит высказать свое мнение? Передать свои мысли и чувства словами. Высказывание – это мысль, выраженная одним или несколькими предложениями по определенной теме. Высказывание может быть устным или письменным. Послушайте отрывок из стихотворения Абая Кунамбаева. Как весенний порою шумят тополя, Ходит ветер цветочную пылью пыля. Все живое обласкано солнцем степным, Словно мать и отец, рада наша земля. Придумайте заглавие к этому отрывку. Весенняя радость земли. Послушайте второй отрывок из стихотворения Абая Кунамбаева. Летом, когда тенисты деревья, И буйно цветут цветы на лугах, Так высока в степи трава, Что спины коней видны едва. Лето в степи. Давайте послушаем третий отрывок из стихотворения Абая Кунамбаева. Тучи мрачно окутались свой небосвод. Эта осень в дождях и туманах ползет, И застывшую землю от стужи дрожа, Кобылица напрасно копытом скребет. Придумайте заглавие к данному отрывку. Холодная осень. Ребята, как вы думаете, какое время года любила Бай Кунамбаев? Исходя из тематического настроения стихотворений, можно сделать вывод, что он любил весну и лето. Давайте вспомним, какие тексты можно назвать художественными, а какие считаются нехудожественными. Художественный текст воздействует на воображение читателя, передает мысли и чувства автора, сказки, рассказы, стихотворения, басни, повести, поэмы, романы. К нехудожественным текстам относят заметки, статьи, биографии, справки, объявления, рекламу. Давайте прочитаем текст на странице 15 учебника из третьего упражнения. Абай Кунамбаев – великий казахский поэт. Он родился в 1845 году в семье крупного бая Кунамбаева Ускенбаева. Настоящее имя – Ибрагим, но прозвище Абай – внимательный, осторожный. Мальчик получил от бабушки. В истории казахской литературы стихи Абая о природе в временах года заняли почетное место. Осень в его стихах серая, покрытая туманом, печальная. Веселая и радостная весна сменяет жаркое лето, которое богато цветами и травами. Ребята, о ком говорится в тексте? О великом казахском поэте Абай Кунамбаеве. Определите, какой это текст – художественный или нехудожественный? Нехудожественный, так как это биография поэта. Давайте вспомним, что такое биография. Биография – описание жизни человека, сделанное другими людьми. Описание собственной жизни называется автобиографией. Выполним следующее задание. Прочитайте, переставьте предложение так, чтобы получился текст. Проверьте, так ли у вас получилось. Поздравляем победителей! Сегодня состоялся первый в истории нашей школы турнир по настольному теннису. В нем приняли участие ученики третьих классов. Победителями стали Надя Воробьева и Абики Римбаев. Поздравляем ребят с отличным результатом. Призываем всех играть в настольный теннис. Эта полезная игра учит ловкости самостоятельному принятию решения. Подумайте, что у нас получилось? Заметка. Ребята, она относится к художественному или к нехудожественному тексту? Нехудожественный текст. Рассмотрим схему и сравним художественные и нехудожественные тексты. Художественный текст воздействует на воображение читателя, передает мысли и чувства автора, а нехудожественный сообщает, доказывает, убеждает, информирует. К художественному тексту относятся рассказ, стихотворение, сказка, басня, повесть, поэма, роман, а к нехудожественному – заметка, статья, биография, автобиография, справка, объявление, реклама. Проверим свои знания, выполнив следующее задание. Прочитайте, выберите верное утверждение. Высказывание – это мысль, выраженная одним или несколькими предложениями по определенной теме, набор слов, звуки и буквы. Проверим. Я думаю, вы выбрали первый вариант – мысль, выраженная одним или несколькими предложениями по определенной теме. Укажите неверное высказывание. Осенью часто идут дожди, зимой бывают обильные снегопады, летом солнышко светит ярко, весна наступает после осени. Проверим неверное высказывание – весна наступает после осени. Ну вот и завершилось наше путешествие по городу времен года. И на прощание его жители хотят нам дать совет. Одевайтесь по погоде, не жарко и не холодно. И это поможет вам избежать простуды. Молодцы, ребята! Отлично поработали! Всем большое спасибо! До новой встречи на следующем уроке русского языка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова